я вот пришел сегодня если я не ошибаюсь 10 сентября до утром все это сделал сегодня двух часов уже не спал два часа ночи посмотрела так и не могу уснуть стал снова помолился из еще вот мы сейчас делаем дорогу делаем не так а почему не так у нас нет который бы уткутал толок и когда начнется в этом время приезжать сегодня я договорюсь с камазом песок они будут проваливаться и вместо того чтобы когда дорога должна быть вот так вот у нас получится снова коры там и у меня ни выхода никакого нету а он то ходит на гусеницах он удавливает конечно трактор тяжелый но на гусеницах широких стоит то он не проваливается он не удавливает а мы так грунта свежий кладем тут у нас более-менее получилось за тоннеля а там у него не получается почему она налипает что-то еще спрашивать он говорит я совсем неопытно это еще второй год работает бальдозерис должен много лет работать чтобы бальдозерисом быть а этот трактор то называет там ска кажется 130 чтз он говорит старше меня а сам с 83 года понятно все это учитывая нужно сказать что мы делаем что-то но как утолочь сегодня заказывают песок и когда пойдут камаза по 10 тонн а у камаза то соприкосновение там какое начнется удавливание и у меня выхода никакого нету перегородить дорогу никого не пускать наложить песок ждать когда год пройдет я не знаю что делать а мыси крутятся уже патриархом кто-то взял на подписал под этим который патриархию писали что если патриарх не приедет то не откажите во встрече я этого не говорил это видимо гавриил подписал но я подписал этот документ теперь надо 갈 dripping что я не могу приехать бара сейчас и патриарх кирилл сказал бы что пускай приедет игнати там поговорим потому что патриархия ответила именно так подтвердите что Это действительно Игнатий Тихонович написал приглашение. Так говорят только тогда, когда не думают окончательно отказать, когда что-то знают, когда некоторые даже недоумевают. То есть у них сведения такие, что я отрицательно отношусь к патриарху и пригласить уж, конечно, не приглашу его, чтобы он не запоганил потеряевку. Такое мнение у людей. Подтвердите документально, что именно он подтверждает, потому что все идет через Габриила, а оттуда посылает на Лену. А мне готовая бумага только. Ну и дали на рассмотрение, батюшки подписали, я подписал бумагу. Теперь как? Они еще не ответили, но ответили через два часа, как получили. Письмо получено и прочее. Это для патриархи вообще, говорит, шикарно. Через два часа, как отправили, мы получили, дескать, ответ. Мы пойдем сегодня разбираться, я там кое-что скажу. И вот я утром встал, а у меня вчера такое событие было. Я все говорю, это не случайно, а с намеком. Вот сейчас пять минут седьмого только. Мы всем уже затракаем, я пораньше позатракаю. Вчера нашелся котя. Серый котик, он самый хороший, ловливый такой. А почему? Другой кот, который у Вити здесь белый, он был такой трусливый. А тут обнаглел, ходит всех котов, бьет. А этот от него убегает он никак. Но когда был здесь серый, в это время белый вошел. Вошел и захватил его. Ему некуда не ваться. Расскажи, кто это видел? Я видел. Ты видел, Володя, и как было? Ну что, он напал, давай его рвать тут. Ну рвать. А тут бежать от него. Когда это было? Ну, неделя, больше недели уже. Неделя прошла. Я пришел, когда узнал, да что ж это такое. Теперь, а тот-то кот деревенский теперь, в деревне. Сказал, его сюда не пускать, гнать. А мы его сами виноваты, от этого белого-то. Белой отсерки, которая зимой скончалась. Его не надо сюда, пусть он приезжал сейчас, ест. Я там погладил его белого, он туда приходит. А у меня там три кошки мои. Это из-за голубей держу кошек-то. Они вахтовым методом несут у меня службу на голубяти. Там мыши появляются, крысы. А кошки есть, ничего нету. Чисто. Но этого кота белого стали прогонять. Нигде нету. Я не могу объяснить это, что я кошек так люблю. Меня всегда трогает бесчувствие. И вот котя потерялся, вот это, серый. А он беспризорный. Его кто-то подкинул, два градуса шло. Надежда Васильевна его накормила раз-другой. Потом вот из него вырос такой шикарный кот. Вчера Володя говорит, работали там на пруду, на лагерном. И как он подошел? Кто первый увидел его? Ты увидел? И как? Он замяукал. Я услышал сразу. А я неделю его ищу. Выйду. Тут у нас заросли крапивы. Далеко где строение, эти, коровники были. Утром выйду, кричу. Котя, котя, не обижайся. Приди, если ты живой. Я уже воображал, что он ему глаза выкаребал. Он слепой где-то лежит, не кормленный. То есть я воображаю, что могло быть. Один из вариантов. Они коты на смерть дерутся. Да. Нету нигде. И я всю неделю его ищу. В разных местах нет. Велосипедом заверну. И поехал туда, к пруду, к другому, где Костровый, Симаковский. Везде нигде нет. Вчера он пришел, сидит, забился. Я тут сказал, дыра на улицу, закрыть ее. Но Никита закрыл еще до этого, чтобы белый не заходил. Так. Никита. Да. Ты забил ее? Да. Еще не успел? Нет, конечно. Сережа, переби у него. Иди забей немедленно. Я же тебе сказал, затолкай оттуда, между... Который между этими щурочками, поленье забей, и тогда затолки. Оттуда толкать надо, а не отсюда. Ну и думаю, утром сегодня я вам расскажу про этого котика. Интересную историю про других котов. Пришел, интерю брать у котика Серова, а его нету. А где? А вон, наклонись, покажи. Берку туда. По подсталу, молодец. Погляди. Там две щурочки были. И он их, так сказать, вытащил. И ночью не вытащил-то. Потому что закрывать доверил Никите. А раз Никите доверил, это уже кверх ногами будет. Я забываюсь каждый раз ему, как... Даю еще это задание, а не приготовлюсь. И вчера, если я виноват, мог бы сказать, ты же Никита закрывал, ясно, что не так. Он ничего не умеет делать. Ну и все, даже кот вышел. Даже кота не мог. Не то, что там от каких-то неприятелей, воров отбиться. Почему? Я всегда огорчаюсь этим. Это несправедливо. Кот этот подвергнется атаке того белого, и теперь он вообще может потерять. Не прийти. Вчера наказал, подходя к дверям, огляните, здесь лед. Его не выпускайте. Поставьте ему песочник, уходить куда. Чтобы самая лучшая еда, рыба, все у него было, молоко. Кормите его, чтобы он привык, успокоился и... Пришел, утром уже нету. Только гляжу, где утром дверь открыта. Кто выпустил? Да никто не выпустил, сам ушел. Ну как выпустил сам, через стенку? Да нет, через дыру. Ба, так я же Никите дал. А Никите что, он толкнул? Лучьюрки ногами потоптал землей и все. Понимаешь, вот вчера пришли, я взял Никиту туда, кого взять? Ну взял такого, от которого там есть так и много пользы у вас. Пусть он у меня будет там. Взял лопату, я говорю, вот сзади где тоннель и земли это на грудь или она до барьера, которые барьеры мы поставили, все. Отхожу оттуда, а он дробит эту землю и кидает туда, откуда вытащили, вниз туда, в трубу. Он не специально. А ты даже не придумаешь. Я подскочил, ты что делаешь-то? Мы столько бились, такую высоту, прощищали трубы, а он отсюда теперь с дороги туда бросает-то. А то надо какую силу, чтобы, кажется, в дубина не заехать? Ну ты что ты делаешь-то? Она до которого барьера, дал толкушку, говорю, толки. И он все время вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот стоит. Ты что делаешь? Ну ты подними толкушку на уровне доударя, она толкушка-то узенькая, она хорошо пробивает где-то. Гляжу, стал тогда делать. Я говорю, земля здесь, ты ее, землю-то, вот так вот, бери ее. Он берет лопату, я гляжу, опять пошел с этим, я работаю с этим. Впереди его иду, куда повернуть комбайн? Сережа, быстро закрывай, перед тем, как открыть, сначала все приготовь. Вот встанут, откроют, пока не стыкнет. Вот, ну поверни туда, говорю, шторка-то. Ну что я над вами строжность-то зря? Не открывайте эти кружки, пока не приготовишься, что тебе делать. Открыл, а после этого начинает думать, что делать, стоит. Ты должен так, кастрюлю-то отбегаешь, а другую надвигай на нее следом. Сколько у тебя она сейчас была открытой, я, наверное, за год столько не дал открытой быть. Вот, беспечность. Он лопату держит, и тут вот барьер, вот барьер, а тут лопата. Ну как, лишнее отгрести от нее на середку, взять и отбросить. Он наклонился вот так вот, он меня не видит, а я иду сзади. Он вот так лопатой. А ты что делаешь? Не камень, а какое-то обыкновенная глина. Ну вот, чтобы показать, а то вот кусок глины лежит, он то играет ее, то есть дрожит, чешет ее глину или чего. Ну что ж ты делаешь-то? Я его взял, потому что он на глазах, а на глазах, гляжу, нет. Дал толкушку, гляжу, начал толочь. Через минуту, что-то опять. Я и замучился с ним. Мне великие, говорится, силы надо, чтобы успевать подсказывать. Я сейчас и спрашиваю. Мне сегодня нужен там человек на трассе. Кого отдадите из троих? Мне нужно сегодня арматуру потащить к батюшке. Кого? Бухта найдена, лежит в траве. Ее надо на нашу проволоку поднять, вот теперь, ну, как засыпить, тащить-то. Сережа, ты поправишься с ним там, с Никитой? Поправлю. Поверни, поверни, чтобы я слышал, видел тебя. Поправишься, чтобы он не сидел. Я Володю возьму. Потому что мне нужно там быстро реагировать. Мы вчера все-таки трактор перегнали сюда. Я плачу за час. Полторы тысячи. Я иду, у него скорость такая вот, вот, пример, от трактора. Вот такая вот. Когда доехали оттуда, я говорю, вокруг храма. Я говорю, Алексей, а что так ехал? Ты ехал из Шарчина таким же ходом? Нет. Там другая сказала, а почему за мной так ехал? Ну, думал, какая я. Ну, какая я, мы идем в храмовом дворе. То есть я уже начинаю подозревать, что он, ну, кажется, часы нагоняет. Уже прямо вчера три раза меня там захватил. Я его не хочу обидеть. У нас хорошее отношение. И ползет, ползет, ползет. И много по телефону разговаривает. Время-то идет. И вчера пришли, когда туда делают. Понимаешь, мне все настолько... Я его не хочу огорчить. Ну, не хочу. Зачем? И вот сейчас надо идти. И надо, чтобы кто-то притоптал. Это пойти к Андрею, договориться, чтобы машину, хотя маленько, несколько раз прогнал. Потом нагруженное зерном, заказать песок. Теперь копать, глину брать. Глину берем, чтобы замок сделать это, ну, заблокировать платину. Тихо, тихо. Никита. Что он там? Ну, осыпается. Что он там делает? Он забивает, а она осыпается, стенка. Ну, как он забивает еще, гляну? Почему забивает? Это пувалная, что ли? Вот маленькое дело, доверю. Что ты забиваешь, покажи? Ну, сами. Там уже глина посыпалась. Ну, как ты забиваешь-то ее? Ну, заткни дырки там, чтобы было. Даже здесь это одно дело, уже никогда так не забивали. Ну, забить-то можно рукой просто затолкнуть. Сейчас что делаешь? Землю разгребаешь. Подожди сюда. Смотри, он землю разрубает, оттуда выгнул. Вот я сейчас подошел, он, покажи, как ты делал. Ну, так ее разгребал. Вот стоит, разрубает землю. А ее разрубать-то еще, вот только подвинул. Ну, кого ее разрубать-то ты ее тыщишь? Зачем ты ее тыщишь-то? Вот стоит ее, зачем ты это делал? Ну, она спрессовалась-то в земле. Ну, земля-то здесь вот только что и оттуда взяли. Да вот она, она нагребенная, вот она, она пыль. Никакой, я сказал, бумажкой, заткни, чтобы туда не прошло. Вот она. Не надо даже ее трогать. Я могу ногой вот сделать, вот, ногой. Ногой и все. Ты бьешь, там уже шукатурка, все полетело. Ну, что ты меня искушаешь-то все время? Для чего ты это делаешь? Вот стоит ее, вот стоит сколько, хоть минуту, хоть. Ну, она и так, как песок, как сахар. Зачем ты ее тыщишь-то? Зачем? Смотри на него внимательно. На него гляди. Я спрашиваю, зачем ты сейчас? Я подошел, сказал засыпать здесь. И ты стоишь в одном месте, вот так ее вот. Ну, вот видите, я... Тебе интересно это делать. Сегодня придешь ровно сейчас, будешь вон там землю, я тебе дам комок, вот так вот стоять, дергать. Хорошо. Понял, нет? Понял. После еды будешь, дам тебе, ты насытишься вот так. Ты то ли земли никогда на Украине не видал, то ли чего. Я еще не видал никогда, чтобы человек так долго искушал. Я терплю и терплю и терплю. Мне это зачем нужно-то? Мне работа нужна от тебя. Вчера, гляжу, землю туда кидает. Зачем ты землю туда кидаешь-то? Зачем? Откуда мы ее выкидали, с такую глубину? Теперь только вот эта, ну, преграда-то, вот какая мы установили-то. Отодвинул ее и откинул в сторонку. Стоит, я гляжу, бузует туда. Искушение. Мне же работа нужна. Искушать-то ты искушай где-то, но не здесь. Вот представь себе, с утра сегодня я начинаю. Так. Никита, иди сюда. Закончилось все, там делать нечего. Иди сюда, там все закончилось. Еще стоишь, спрятался. Сережа, передай ему. Я задаю вопрос сегодня. Мне нужен один человек. Лопатой. Ставкова там подправит. Ты вчера у меня там был. Наверх поставил, у тебя хорошо получилось. Ну, не могу я все время стоять, около тебя учить. Я забираю Володю. Ты без него будешь там работать хорошо? Ну, куда тащи, куда кладешь ты тут? Ну, не знаю. Ты смотри, что делает. Да вот. Костюм снял, в котел толкает. Это же котел с водой. Ну, ты и урод сюда маленькую меру какую-то знай. Ну, видел, что делает? Снимает костюм, котел с водой толкает туда. Это печка. И у одного не оставляйте здесь. Я еще не говорю, что навязался ты на мою душу. Я понимаю, что Бог дал тебя для того, чтобы ты был другим. И я тебя просто так не выпущу отсюда. Еще у меня таким будешь молодцом. Так. Я немножко про кошек хочу рассказать. Котика упустили. Найти его. Ходите, кричите, ищите и снова его заприте. Когда будет время. Так. Я рассказывал этот случай. Не знаю, записывался или нет. Когда у меня в лагере был котенок. Он на фотографии с Фитей Петеримовым. Этого котенка, рыжего, где я не знаю, взяли. Попросила. Нина. Сестра моей жены. И увезла его в Новосибирск. Я вообще на подъем я очень трудно. Это у меня бесплатный билет. Каждый год в любой конец страны, как репрессированному. Льгота такая. Я могу поехать в порт Находка. Могу на Камчатку полететь. В Калининград. С 92-го года. Вот считай, сколько лет. 23 года. 23 раза я мог... Не обращай на меня внимания. Поставить хоть на голову, пусть. Поставь газетку там. Я ни разу не поехал. Почему? Зачем? Там, где я нахожусь, место не обихоженное. Мне нравится, как я на Кронштадтский. Думал поехать миссионером в Китай. А когда пошел на окраины города, то увидел в такой трущобе, такое невежество. Ехать незачем. Твой Китай здесь. Закрась стола, чтобы никогда нигде посуда не заходила. Сережа уже двигает ее дальше. И ты не забывай, что она вся саженная. Сюда ближе поставь. Теперь, чтобы сливать, побольше открой. Ты картошку сварил? Да. Ну и побольше открой. Ты будешь съедить опять полчаса. Нет, что ты делаешь? Все нормально. Не трать время. И вдруг Нина сообщила, что в Новосибирске котик потерялся. Кто-то открыл дверь, он вышел. Ну а там шугнули его, не заметили. И он потерялся. Слил? Ну-ка, наклони еще раз, Никита. Наклони его, подержи. Смотри, сколько течет. Почему ты утащил воду, не вылился сразу? Нет опыта. Опыта нет, выливать нет. Понимаете, кто посмотрит, его жалеют. Наклони. Ты ее закрой, не закрой. Так, теперь, что дальше делать нужно? Открыть крышку. А? Открыть крышку. Да не открыть, ты ее зажал, ты ее не откроешь. Поставь сначала. Куда поставить? На плиту. Ты опять все перевернул. Для чего? Ну для чего? Теперь сними покрышку. Вот теперь, чтобы она, пар вышел от нее. Ну подойди. Ну я же тебе объяснял это уже десяток раз. Картошку сварить не может. Сейчас она должна стоять примерно 3 минуты. После этого маленько встряхнуть ее, чтобы пар весь вышел. И картошка делается рассыпчатая. Я трачу драгоценнейшее для меня время на такие пустяки, что страшно сказать. Я вам открою дверь. Еще. Ну представьте, котенок, рыжий, ушел. Но они просто сказали, котенка нет. Еще особенного-то. Никита, ты бы еще дальше делать стал. Живешь в Барнауле. Занят. В это время я веду занятия в пяти университетах. Пусть гуляет. Это только делов. Кошек не хватало, что ли. Я оставляю все. Веду в это время три радиопрограммы. Высчитал время, где меня нету. Могу съездить туда и обратно. Я еду в Новосибирск. Искать котенка. Пришел, давай расспрашивать. У ней два сына. Кто открыл дверь. Кто выгнал его из коридора. Ну, соседи, видать, он там ходил. А может быть, что-то от него было. Я пошел. Многоэтажные дома. Я пошел расспрашивать всех. Рабочий работает. К рабочим подошел. Какой он выглядел. Котик. Детский сад. Все обошел. Надежды никакой. И я стал молиться. Никита, посмотри на него. Слушай внимательно. Что я сделал? Ведь любой засмеется, скажет. Больше заниматься нечем. Я стал молиться. И вдруг. У меня в детском саде одна и говорит, воспитательница. А у нас, говорит, какой-то серенький здесь. Ходила кошечка. Но она где-то здесь у нас. Мы ее прикормили уже. Я вышел. Рыжий, рыжий. Он выскочил со всех ног ко мне. Я его привез. Теперь куда? А у меня дома кошка. Везти мне его домой не надо. А им я уже не отдам. Они его потеряли. Я пошел, поехал к сестре. А у сестры муж кошек не держит. Они никогда не держали. Как говорится. Не любят. Но он на работе. Я с сестрой договорился. Давай прорежем дырку в погреб. Пока мужа нету. А ребятишки любят. Я принял на себя поношение. Мне пол испортили. Мне пол испортили. Дырку прорезали. Сам там стоял, пилил, долбил, пока не прорезали. Котика спас. Другой случай. У меня потерялся белый котик здесь. Ушел и нигде его нету. Ну, а тут рядом фермеры были. Я думаю, он ушел туда. И его они взяли. Я так, подсчитал все. И вот приезжает Андрей. А он на машине у Игоря Барабаша зерно отвозит. И говорит, ночь уехала. И во свете, говорит, я видел в околочке пробежала белая кошка. Я поднял всех друзей в лагере, кто был с Витей. Мы поехали. И кричали, и кричали. Котя, котя, белый. Нигде не нашли. Но вот в одном селе, далеко отсюда. Сейчас я могу ошибиться, даже какое село. За сотни, даже, наверное, сотни километров. И по одной стороне Евгения Дмитриевна идет. Когда на благовестие по другой, я. Я зашел во двор. Постучал евангельским посохом. Хозяева, кто дома? И вдруг через забор перепрыгивает шикарный белый кот и ко мне. Мой белый кот нашелся в такой дали. Я понял, фермеры его у меня взяли и куда-то отдали. Хозяйка вышла. Хозяйка дородная такая, кажется. И не сахарная, а полусахарная. Я спрашиваю, скажите, пожалуйста, а откуда у вас этот красавец-кот? Ой, говорит, я так люблю его. Мне как подарили одни здесь. Подарили. Сережа, не искушай себя над скотеркой. Прежде чем брать нож в руки, возьмите сначала разделочную доску. Вот Никита на днях все сжег. Пожалуйста. А как сжег? Никита, где он? Он за луком ушел. А? За луком ушел. Как он сжег его? Ну как, газеткой? Сжег. Какая-то бумага, что-то он делал, тут загорелась, упала, все, клеенки нет. Я кота этого увидел, ничего не стал ей говорить, огорчать, ни про этих фермеров. Я узнал, кто его взял. Никита, расскажи, как ты прожег? Брал газету, газеты голубя это обсмаливал. Одной рукой держал голубя, другой газеты. А газету зачем брал? Ну, чтобы она горела, и голубь-то, и перышки на нем всякие обгорали там. Ну, а зачем ты сюда-то ее притащил, газету горящую? А, в смысле, на кухню-то? Ну, вот сюда к столу-то зачем ты принес? Не, ну, оно же с нее летит это все. Понимаешь, я всегда делаю предупредительные какие-то уставки, что у меня не хватает ума. Ты опережаешь меня на несколько шагов. Ты сам понимаешь, ни одного еще дела не было, которое ты бы мгновенно не начал портить. Лопату дал, Никита, вот так нельзя ломать. Только сказал, отвернулся, хрыс, сломал, встал, стоит. Сделать уже, насадить не можешь. Я все оставляю, тебе сажаю. Я говорю, насаживаю. Топор там, что я мне не дал. Все кверх ногами. Я тебе рассказываю про тебя? Да. Ну, зачем ты меня искушаешь? Понимаешь, мне надо работать. А я терплю это, ну, потому что я христианин. И сказать, что тебе пользы никакой нет, это неверно будет. Что-то ты делаешь, где-то везешь, где-то таскаешь. Сережа, нож прямо по скотерке шлист. Вот тоже искуситель. Зачем ты делаешь? Сказал только, ножом ширкаешь по скотерке. Так, ты понял о кошках, какая забота? Картошку убрать надо. Иди туда. Картошку убрать надо срочно. И мы искали его очень долго здесь, по околочкам. Ходили и кричали. Видите, посередке идет, я по краю. И прочесывали все околки. И мы его не нашли. Да любой скажет, да верующим делать больше нечего. Почему? Несправедливо. Если мы брошем. У меня чувство справедливости тревожит больше всех. И греха в этом нет. Он исчез и исчез. Мало ли еще в жизни не бывает. Вот выпустили. Ну, когда ушел, ушел, я говорю, найти. Тех, которые кошки есть, беречь. Вот эти, я принес для кошек. Вот эти вот. Сейчас рассказал, все наполните, не наполните. Сегодня наполните все. Принесите. У меня нет ничего. Сережа, пойдешь, захвати. Захватите. Кошкам? Кошкам. Кошка и собака у меня там. Набейте все баночки. По две в руке и все занесите. Никита. Ну-ка, подожди, что ты сейчас сделал? Что ты делал? Кантошку стрекивал. Бежуха трехорадка его трясет. Ну, покажи, как ты тряс. Ну, один раз. Не тряси. Вот сказал и не рад. Теперь потряси, когда она там стоит. Чтобы мокрая стороной повернулась. А ты трясешь, когда уже никогда на плиту нет. Уже после этого потянул в угол. То есть извращение. Извращение на каждом шагу. Поставь. Скажут, а он сердится, он кричит. Он там психует. Это ваше дело. У вас Никиты рядом нету. Вы можете судить. Так, за стол, ребята. Мне надо уходить. Так, все. Кошачьи дела закончили. Никита, ты будь повнимательнее, что я тебе говорю. Я вчера пришел, вчера утром. Где? Гляжу, тут не убрано. Почему ты позавчера вещам не убрал? Ну, тебе написано. Я говорю, напиши. Каждый день вот все в квадрат. Вот это железная плита, это с корабля. С палуби. Почему позавчера ты не убрал? Я пришел, тут мусор. Вот здесь вот, чтобы мусора не было. Сожжено. Подмети в отдельной коробочке, положите бумагу. Ну, это опасно по пожарной безопасности. Одна из краев, что загорелась. Загорелась, дальше вот эта вот краска. Дальше вот пришли голая крыша. Хорошо? Ну, я тебе это говорю. Накажи сам себя. Почему ты себе льготы такую позволяешь? Почему ты не навел порядок здесь? Покажи бумажку, где эта памятная? Покажи, что там написано? Собаку приводить. Переводить, что это означает? Брать шарика и к обеду или с утра. И обратно увезти, дальше. Термос наполнять. Термос наполнять. Наполнил мы? Наполнил. Да не, поскольку как раз приходил, термос и нету. Дальше. Шалаш открывать-закрывать. Закрываешь. Или забываешь. Нет. Даже кухню подметать. Забыл. А подметать и не подметать, а вот это вот быть влажной тряпкой. Не водой. Это у нас глиняный пол, а на нем лежат это. И ты размочишь тут вообще по колено будет глина. Нигде, чтобы у тебя лишней пылинки не было. Дальше. Галиян забирать, если есть. Да ездишь, ходишь, ставишь. Да. Каждый день. Дальше. Да сегодня уже забыл. Дальше. Каша. Каша собакам, котам написано. Ну чего ты не приносишь? Вчера не принесли, сегодня нету. Ну почему? Ну мне кормить-то чем-то надо. Дальше. Две баночки принесли вчера. Ну две баночки съели. Телефон, пять сигналов с утра. Это благодарю. Звонишь. Я за тебя молюсь утром. Еще. Рыбу размораживать там, если следить, чтобы рыба была к скором. Дальше. Делаешь? Делаю. Ну делаю. Значит, сегодня мне все баночки, чтобы коклами оставили полные. Все до одной. Понял? Понял. Заботься. Проси, выпрашиваю и неси. Мне шибко-густой не надо. Так, арбуз на стол. Так, все. За этим. Я ухожу сейчас к этому. К Алексею. Господи, благослови вкусить дары твоей, если ты ее. Прибудет с нами, владыка. Вот ты все хотя, Господи, уповая. Ты дашь им тысячу его благовремени. И отверзаешь, и ты щедру руку, ты исполняешь всякое животное благоволение. Аллилуйя. Хвала тебе. Так. Нож. Давайте.